Приветствую, уважаемые натуралисты. С вами канал Zoo. Мы собираем большую видео энциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами, подписывайтесь и ставьте лайки, они помогают узнать о мире животных большему количеству людей. Друзья, сколько только кошек у нас не было на канале, все они живут в плейлисте кошки, но такого скрытного и редкого чуда ещё не было. Встречайте настоящую золотую кошку – хищное млекопитающее семейство кошачьих. Долгое время золотых кошек выделяли в отдельный род. Однако генетический анализ показал, что каракао, золотая кошка и сервал генетически тесно связаны и произошли от общего предка около 5 млн лет назад. Эту красотку трудно найти и легко потерять, ведь она делает всё, чтобы скрыться от глаз голых обезьян. Во-первых, она выбрала себе для прописки довольно скрытое местечко на чёрном континенте. Это тропические дождевые леса экваториальной Африки. Основная её популяция проживает в бассейне Конго и на окружающих территориях. Во-вторых, шубка золотой кошки, как, наверное, вы уже догадались, состоит из золотых, красных и чёрных оттенков, которые, на удивление, хорошо маскируют котейку в густых зарослях. А вот забыть золотую кошку один раз увидев, уже не получится, ведь в её внешности прослеживаются знакомые каракалии черты — крупная округлая голова, большие уши и длинные лапы с крупными ступнями. Она в два раза больше домашней кошки. Длина тела около метра, причём на долю хвоста приходится треть общей длины. Высота в холке до 50 см. Масса самцов в среднем 11-14 кг. И единственная взвешенная самочка весила всего 6 кг. Имеются два основных варианта окраса — золотистый рыжий-коричневый или серебристо-серый синевато-серый. Число котиков обоих окрасов примерно равное. Обычно грудь, живот и горло у золотой кошки светлее или даже белого цвета. Вокруг глаз — светлая каёмка. На хвосте хорошо различима центральная тёмная линия. На общем фоне имеется более тёмный, не чёрный рисунок, который различается у двух разных подвидов. Один вид обитает в Центральной Африке от Конго до Уганды. У него пятна имеются только на животе и боках. Второй вид вводится в Западной Африке. У данного подвида пятна на спине, шее и на голове. В общем, на обеих кошках заметен леопардовый окрас. Бывает даже, что эти точки явные, как у гепардов. Известны также золотые кошки-меланисты, окрашенные в чёрный цвет. Золотая кошка очень похожа на кошку тимминка, которая живёт в Азии, с которой их объединяли в род золотых кошек. И, соответственно, данный вид именовали африканской золотой кошкой, а кошку тимминка – азиатской золотой кошкой. Однако они являются не родственными видами, а результатом конвергентной эволюции в схожих условиях обитания. Все помнят, что такое конвергентная эволюция. Это когда разные по генетике животинки, живя в похожих условиях, становятся друг на друга похожи. Наша же золотая африканка настолько скрытна, что уже два века умело прячет свои повадки от человеческих учёных. Более-менее достоверно нам известны только военные преступления этой чудесной кошачьей животинки. При весе в 12 килограммов она умудряется терроризировать не только птичек с грызунами, но также мелких обезьян и дукеров. Дукеров – микроантилопы весом аж в 25 килограммов. Эта суперкрасивая и редкая хищница вряд ли останется голодной даже в самые трудные времена. Охотятся они как на земле, так и на деревьях. О нападениях золотых кошек на домашнюю птицу и скот достоверно неизвестно. Судя по всему, каждая единица золотого стандарта держит свою территорию, практически не общается с родственницами и выбирается из логова только по ночам. Так и обед ловить проще и любопытных обезьяньих глаз меньше. Когда хотят золотые кошечки любви, доподлинно неизвестно. Знания об их репродуктивных привычках основаны на пленённых в зоопарках особях. В отличие от наших домашних котиков золотистые ребятки не очень плодовиты. Самочка рожает одного-два котёнка спустя 75 дней беременности. Младенцы весят 250 грамм и очень зависят от матери. Она не отходит от них ни на шаг. К великой радости золотой мамаши уже через недельку маленькие слитки разлепляют глазки и начинают активно исследовать мир. Через два месяца они уже переходят на мясную диету, а к шестому месяцу жизни готовы съехать от родительницы. К сожалению, даже такая повышенная скрытность африканской золотой кошки не способна остановить падение численности её популяции. Африканские золотые кошки находятся опасно близко к вылету из гонки на выживание. В природе осталось не больше 10 тысяч этих красавиц. Причины исчезновения популяции весьма стандартны — это охота, избыточная вырубка лесов и вылов ради продажи. Ведь много кто из богатых обезьяноподобных желает завести себе такого экзотического питомца. А как вы думаете, может быть нам рано лететь на Марс и вообще в космос в поисках неизвестного, когда мы не можем разобраться со своими проблемами даже на нашей родной планете? Пишите в комментах. Становитесь спонсорами проекта всего за 99 рублей в месяц. Этим вы поможете популяризировать зоологию, что очень важно в современном мире. Также обращаю ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала. Приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного Вы хотели бы увидеть в следующем видео. И делиться этим видео с друзьями, это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео, там много интересного. С вами был канал о животных ЗУ. Мы собираем большую видео энциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч.